Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Островской Библии 1581 года на старославянском языке. И мы читаем сегодня 12 главу с первого стиха и ниже. Начать им в притчах глаголы «Виноград насади человек, и огради оплота, и ископа точила, и созда столб, и предаст его тяжателям и отыди». В этой притче виноградом является возлюбленное растение Божие – Израиль, то есть народ Божий. Ограда оплотом – это закон Божий, который оберегает народ и удаляет его от греха. И объясняет, что хорошо, а что плохо в глазах Бога. И ископа точила, точила – это кровь жертвенная, в тех случаях, когда люди осознавали, что они виновны перед Богом, они приносили жертвы, и создая столб, столб – это как бы сторожевая башня, имеется в виду служения пророков, и предаст его тяжателям, тяжателям – это колено Левина, которые обязаны были предхозаветные священники следить за порядком, и отыди. «И посла к тяжателям во время раба, да от тяжателей примет от плода винограда». Посылается раб, который должен получить от плода винограда плод, то есть для того, чтобы делать вино. И что происходит далее? «Да от тяжателей примет от плода винограда, они же, емши его, то есть схватив его, биша, били, и послаша точь». То есть они его отгоняют. И действительно, евреи избивали пророков, они докучали боговицу Моисею, а Моисей, кстати, был наикратчайший из всех людей. «И паки, то есть тот час, паки – это опять, то есть вновь, посла к ним другие рабы». Первый раб – это как бы сам Моисей, другие рабы – это пророки, которые были после Моисея. «И того каменьем биши, пробиша главу ему, и послаша бесчестен, и паки иного посла». И этого, который символизирует собой пророков, которые были после Моисея, забросали камнями, пробили голову, но хозяин посылает другого. «И того убиша, и многие ины, овы, уба, бьющи, то есть одних били, овы же убивающи, других убивали, еже уба единого сына, име возлюбленного своего, посла и того к ним». «Последи» глаголя. И в самый последний момент отец посылает своего сына. Почему? Может быть, они устыдятся сына. До этого он посылал своих рабов. А теперь он посылает сына, наследника. «Они же тяжатели, режа к себе». А они имеют рассуждение. «Яко сей есть наследник». Сын-то наследник. «Приидите, убием его, и наше будет наследствие». Они решили убить сына, как наследника, и завладеть всем. «И емше его, убише, и извергоше вон из винограда». Действительно, чтобы распять Христа, его выводят из этого виноградника святого Иерусалима и вне стен города убивают. «И рассказав эту притчу, Христос упрошает их, что оба сотворит Господь, то есть хозяин винограда, приидет и погубит тяжателя и даст виноград инем». Вот здесь задан вопрос, и сразу звучит ответ. «Как поступит хозяин, Господь винограда, господин винограда? Он придет и погубит этих тяжателей и даст виноград инем». Иные – это языческие народы, а тех, кого накажет, хозяин винограда, Господь винограда – это Израиль. Это произошло вскоре после смерти Сына Божьего на кресте, когда начинается сначала Первая Иудейская война, потом Вторая, и евреи сгоняются со своей земли. «И даст виноград инем», и весть Евангелия звучит теперь не к евреям, а ко всем народам, и они становятся новым Израилем. Далее Христос ссылается на Писание. «Не Писание ли сего чли есть те?» Он спрашивает, «Неужели не читали Писание этого?» «Камень, его же не в ряду сотвориша зиждущий, сей бысть в главу гла от Господа, бысть се и есть дивно воочию нашу». Камень, который отвергли строители, а строители – это еврейский народ, они первые созидали Ветхозаветную Церковь, они у основания Новозаветной Церкви, это 12 апостолов Иисуса Христа, все лица еврейской национальности, Дева Мария, апостолы из числа 70 и так далее. Но они отвергнуты. В лице остатка апостола, Божья Матерь и первые христиане, они становятся основанием нового Израиля, уже не Ветхозаветного, а Новозаветного. Какая же реакция на эти слова Христа, на эту притчу? «И из каху его яти искали, как бы его схватить, и убояшись народа». А народы боялись. И мы помним, что за Христом ходили по три тысячи, по пять тысяч, когда он в пустыне насыщал их хлебами. «Разумеша, бо яко к ним притчу рече, они поняли, что это притча о них, и оставши его от Идоша, они перестали уже искушать его. И пославши к нему некие от фарисей и Иродиан, вот здесь мы видим такой единодушие фарисей и Иродиане, это две противоположности абсолютно. Это все равно, что почвенники, религиозные фундаменталисты, фарисеи, а Иродианы – это западники, коллаборационисты, предатели, гедонисты, извращенцы. А тут они объединились против Христа. «И пославши к нему некие от фарисей и Иродиан, да его обольстят словом, они же пришедши, глаголуши ему, учителю, вем, яко истинен еси, и не родиши ни о ком же, не зрише бы на лице человека, но воистину пути Божию, учише», то есть сначала они произносят вот эти хвалебные слова, а потом спрашивают, «достоит ли кессон кесарев, вот эту монету с изображением кесаря, достойно ли дати вподать римским оккупантам, или не, или нет?» Этот вопрос называется вопрос «вилка». При любом ответе будет возможность обвинить Христа неким политическим обвинением. Если Христос скажет, что надо давать подать римским оккупантам, эти коллаборационисты иродиады, и фарисеи-консерваторы обвинят его в том, что он сам коллаборационист и призывает обирать народ в пользу римлян. А если Христос скажет, не надо давать подать, тогда они скажут римлянам, а вот он запрещает вам собирать подать. В том и другом случае это обвинение политического характера. И очень часто церковь, верующих людей в церкви, обвиняют в каких-то политических мотивациях, потому что обычно власть защищает себя самыми суровыми методами. Что же скажет Христос? Он же, ведая их лицемерие, то есть он видит их лицемерие, речеем «Что мя искушаете? Принесите ми пеняс давижду». То есть принесите эту монету. Я посмотрю. «Они же принесоша и глагола им, чий образ си?» Он спрашивает, чье изображение на этой монете? «И надписание». Там было не только изображение, но и надписание имени, кто изображен. «Они же реша ему кесарев, то есть императора, и отвечав Иисус речеем. Воздадите кесарева кесареве и божия богове и чудишися о нем». То есть отдайте кесарева кесареву, а божье – богу. Ну, с монетой понятно, а божье – богу. Что это значит? А все, что мы имеем, оно божье. Апостол Павел пишет, что ты такое имеешь, чего бы ты не получил. Все, что мы имеем в жизни, мы должны вернуть Богу и самих себя, так как все это мы и получили из рук Бога. Что ты такое имеешь, чего бы ты не получил. И придавши саддукеи к нему, это уже другая группировка, модернисты, либералы, богословы, и же глаголют воскресенью небытия, они не верили в воскресенье мертвых, и вопросиши его, глаголюще, учителю Моисей, написа нам, «Яка аши, кому брат умрет, и оставит жену, а чад не оставит, да поймет брат его жену, и воскресит семя брату своему, седьмь брат тебе, и первый поядь жену, и умирая не остави семени, и второй поядь ю, и умре, и не той остави семени, и третий так уже, и пояше ю, седьмь, и не оставишься семени». Они предлагают некую загадку. Вот у одной женщины был муж, он умер, и по закону Ливерата брат умершего берет за себя эту вдову, по закону Моисееву, чтобы продолжить род умершего. Этот тоже умирает, этот тоже умирает, и так вот все они поумирали. Их было семь человек. Последи же всех, умрей жена, а после и сама эта женщина умерла. воскресенье, воскресенье, то есть, когда будет воскресенье мертвых, отчего же саддукеи спрашивают по воскресенью мертвых, если мы уже прочитали с вами, что они не верят в воскресенье мертвых. Вопрос задается не для того, чтобы услышать правильный ответ, а чтобы искусить Христа. Воскресенье уба их да воскреснут, которому их будет жена, седьбо имешию женою, а чьей женой она будет в Царстве Божьем, если у ней было семь мужей. И отвечав Иисус речеем, не сего ли ради прельчайтеся, не ведяще Писание, не силы Божия, егдабо из мертвых воскреснут, не женятся, не посягают. Здесь Христос говорит, что когда люди воскреснут из мертвых, они уже не будут жить интересами плати, не будут жениться, выходить замуж. Но суть яка ангели на небесех, но будут как ангелы на небе, которые не вступают ни в какие-то такие отношения. Здесь не сказано, что люди станут ангелами. Вот на это святые отцы обращают внимание. Сказано, как ангелы, потому что нет приложения природ. Люди остаются людьми, ангелы остаются ангелами, но они будут как ангелы в смысле вот этих отношений, которых нет у ангелов. А мужчина будет оставаться мужчиной, женщиной, женщиной, но они будут как ангелы, то есть чужды плотскому тленному смешению. «А мертвых же якобы стают, не слечли в книгах Моисеевых при купине якорече ему Бог глаголя». Здесь уже вызов садукеем прямой. Разве вы не читали в книгах Моисеевых «яко рече ему», то есть Моисею, Бог глаголя, «Ас» Бог Аврамов и Бог Исааков и Бог Иаков, несть Бог мертвых, но Бог живых. Вы оба мнозе прельщайтесь». Христос говорит, а как же Бог называет себя, явившись Моисею, а к этому моменту все патриархи уберли, явившись Моисею, Господь говорит, «я Бог Аврама, Бог Исаака и Бог Якова». Разве Бог называет себя именами мертвых? Бог вечно живой. Бог не есть Бог мертвых, Он Бог живых, а у Бога все живы. И далее идет следующее зачало. «И приступ едино от книжник, слышав их стезающийся, а это уже другая группировка, сначала фарисеи и радиады, потом саддукеи, такой парад лукавства, а тут книжник Сафирим, по-еврейски книжник Сафирим. И приступ едино от книжник, слышав их стезающийся и видев яко добре отвеча им, вопроси его, кая есть первые всех заповедей? И Иисус же отвеча ему, яко первейшим всех заповедей, слыши Израилю, Господь, Бог ваш, Господь един есть». Книжник вопрошает этот Сафирим, какая большая заповедь, и Христос отвечает, что большая заповедь, «Слыши Израиль, Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть». По-еврейски она звучит «Шма Исраэль, Адонай, Лакейну, Адонай, Эхат». Но Христос к этой заповеди прибавляет другую, и тем самым он как бы говорит «мало признавать существование Бога». И действительно у апостола Иакова сказано «и бесы веруют и трепещут». Вера, вероубеждения должны иметь какое-то жизненное выражение, ибо мы живем так, как верим, а верим так, как живем». И он сразу добавляет «И возлюбивший Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Что значит «всем сердцем твоим», где сердце человека, там сокровище его, то есть имеется в виду муж и жена в их отношениях. «И всею душею твоею, всею душею твоею», то есть «в собственной душе обрети любовь к Богу и всем умом твоим», умом это всеми знаниями, которые тоже подчеркнул из Слова Божия, «и всею крепостью твоею», а крепость человека сыновья, крепость человека его дети. То есть Бога надо возлюбить всей семьей, душею, всем средоточием своей жизни, своего опыта умственного и всей крепости твоей, то есть в сыновьях тоже надо укрепить эти идеалы. «Сияя первая заповедь, вторая, подобно ей, возлюбивше ближнего своего, яко сам себе, больше сею и на заповедь несть, то есть нету больше этих заповедей, но Христос объединяет как бы в одну заповедь. И рече ему книжник, добре учителю воистину рече, яко един есть Бог, и нест ин разве его, и еже любите его всем сердцем, и всем разумом, и всею душею, и всею крепостью, и еже любите ближнего, яко себе боли есть всех всесожжений и жертв. Вот сейчас происходит такая интересная перемена. Этот человек подходит ко Христу, ну, явно в параде людей, которые подходят искушать Христа. Возможно, он согласился принимать участие в этом, потому что ему говорили что-то неправильное о Христе. Но когда Христос отвечает строго по Писанию, этот книжник, Соферим, он видит, что он правильно отвечает, он правильно учит. И что происходит далее? Иисус уже видев, то есть видя эти перемены, як осмысленно отвеча, то есть он теперь обдуманно говорит, речи ему, недалечи еси от Царствия Божия, то есть ты на правильном пути, это правильное умозаключение, и никто же смеешь и к тому его вопросите, то есть с этого момента никто не решался его вопрошать. И отвечав Иисус глаголыша уча в церкви, то есть Христос совершил абсолютную победу над своими противниками, обратив одного из них в свою веру. Поэтому если мы плохо относимся к сектантам, что мы должны делать? Писать на них доносы в ФСБ, в полицию? Конечно нет. Мы должны стремиться их обращать в веру. Если какая-то религия вам не нравится, чтобы разворачивать какие-то военные действия, нет, это глупость обращать веру. И отвечав Иисус глаголыша, уча в церкви, како глаголют книжницы, яко Христос есть сын Давидов, той Бодавид речет Духом Святым. Это уже Христос говорит в храме. Он говорит, как книжники говорят, что Христос есть сын Давидов. На самом деле Христос сын Давидов, но по плоти, не по духу. Евангелие от Матфея так и начинается. Родословие Иисуса Христа, сына Божия, сына Давидова. Это только по плоти. Как глаголит книжница, Христос есть Христос сын есть Давидов. Той Бодавид речет Духом Святым. Вот здесь Христос нам сообщает интересную информацию. Псалтырь Давида изречена Давидом Духом Святым. Глагола Господь Господи Ви моему сиди одесну и меня донди же положу враги Твоя подножие на гамма Твоима. Христос спрашивает, а как же Давид Духом Святым молится, сказа Господь Господе моему, так это будет по-русски, сказа Господь, один Господь, Господу моему сиди одесну и меня. Какой это Господь над Давидом, Давид царь, над ним как бы один Бог, но там Давид Духом Святым говорит, сказал Господь Господу моему, то есть здесь говорится уже о множестве лиц Святой Троицы. И поясняя это, Христос продолжает, сам уба Давид глаголит его Господа, Христа называет Господом. И откуда сын ему есть и мног народ, послушавший его в сладость. Вот людям это показалось очень разумным. И глаголуше им воучение своем, блюдетеся от книжник ходящих то есть ходящих в одеяниях ходите, то есть надо удаляться от таких книжников, которые любят в каких-то одеждах ходить. И целование на торжищах, целование, то есть они любят приветствие, потому что слово целование означает приветствие. И прежде седания на сонмищах, то есть любят сидеть во главе стола. И первовозлежание на вечерях и первыми возлегают на трапезах. А поедающие домы вдовиц и непщеванием далече моляшися сии примут лишь осуждение. У них все за деньги. им не важно там давиться или любой человек, молитва превращается в бизнес. И сиди Иисус прямо сокровищному хранилищу, имеется ввиду сокровищница храма, и Христос находился рядом, сидел, а там очередь стояла, люди жертвовали на храм. Зрящее, как и народ, мешит медь сокровищное хранилище. Люди бросают деньги в сокровищное хранилище, и Христос смотрит. И мнозий богатие в метаху много. Богатые это очень торжественно обставляли, там несли эти деньги, чтобы все видели, тут не медики, тут и серебро, и золото даже, и торжественно высыпали это в сокровищницу. И пришедшая едина вдовица у Бога, и приходит убогая вдовица, вержи лепти две, ежи есть кондрат, и она какие-то копейки бросает, и призвав ученики своя рече им. Аминь, аминь это значит истина, так, глаголю вам, то есть истина, вам, яков вдовица сия убогая, множай всех, то есть больше всех, вержи вметающих в сокровищное хранилище. А почему же она больше всех дала, она же дала какие-то копейки? Христос поясняет. Всибо от избытка своего вергоша, то есть от излишек, они привезли деньги, у них там больше остается, сия же от лишения своего, то есть от нищеты своей, вся, то есть все, что имела, елика и мяше вержи все житие свое. То есть она дала все, что имела, а те дали какие-то крохи, у них там больше остается, чем то, что они дали, и то, это нечто они дали на показ. Таким образом Христос показывает, что подлинная жертвенность, это когда человек не от излишек своих какие-то крохи посвящает на дело Божие, а когда самого себя посвящает на служение Богу. И вот эта вдовица, которая отдает все, что имеет, это образ того, когда человек Божий отдает Богу, то есть самого себя всецело посвящает на служение ему, то есть сам действует как жертва благоприятная Богу. Спасибо Христос. Христос.